Нету сексуальных татарских клипов. Хватит уж и так снимать, это полнейшая безвкусица. Всем привет, это канал Громкие Рыбы. Есть японская реклама, ты знаешь, что она просто сумасшедшая. Есть индийские фильмы с какими-то невероятными спецэффектами. Это же невозможно. Но мы хотим познакомить тебя с еще одним жанровым стереотипом, который может войти на ступеньку ступенек из мемов. И мы хотим открыть для себя новый жанровый стереотип. Мы пересмотрели сотни татарских клипов и поняли, что их можно развить всего лишь на две категории. Это невероятно драматичные и невероятно смешные. В этот мир еще пока не вступала нога мемов. Туда еще не втыкали свой флаг обзорщики. А что, так можно было, что ли? Татарские клипы сняты, как правило, очень плохо. Либо, вот знаете, чуть-чуть получше, и на фоне них уже как бы, а, хорошо. Лучше, как говорится, один раз увидеть. Лучше вообще не видеть. Начнем мы, пожалуй, с драматичного. Итак, мы видим, что героиня напекла пирожков. И сразу видим ошибку продюсеров. Здесь уже могла бы быть рекламная интеграция. Приходит муж и собирает чемодан. Берет все самое необходимое. Рубашку и белый пиджак. А это значит, что он либо ведущий свадеб, либо он фокусник на свадьбах. Если вы не видели бой Хабиба и Коннора, то вот его краткий пересказ. Мне интересно, как проходили репетиции этой сцены. Так, муж уходит из семьи. Нужен экшен, нужна драма. Он ее должен бросить как-то. Как он ее будет бросать? Короче, берешь мяч, и вот так вот через себя, понимаешь? Что ты там смеешься? Это символизм, типа бросок, понимаешь? Уход из семьи. И вот мы видим второй инструмент, который обычно используют в татарских клипах. Это одиноко стоящие дети в подъезде. Но если присмотреться, там есть третий ребенок. И это самая большая загадка этого клипа. Потому что дальше он не встречается нигде. Ну а дальше очень естественная сцена. Ну в этой сцене не хватает одного элемента, мне кажется. Дальше лирика. Она встречает парня в кожаной куртке с меховым отворотом. А в татарской мифологии клипов «Мужчина в кожанке» это признак достатка. Почему он сейчас все начал замечать, когда она начала мыть полы, убирать мусор, скидывать снег там с бордюров? Возможно, он впервые воспользовался не лифтом, а пошел спешком. Это режиссер лишний раз поддел ЖКХ. Поддел ЖКХ и проблемные места в подъездах, домах, квартирах. Далее наш герой все-таки решается признаться в своих чувствах и находит самый подходящий для этого момент. Толкай мусорку. Толкай мусорку. Толкай мусорку. Вот что я называю уметь выбирать места для свиданий. На самом деле очевидно, что это была рекламная интеграция. Дальше перед нами предстает абсолютно естественный образ бомжа, в котором мы видим того самого мужчину, который ушел из семьи. Причем чувак, конечно, настолько задолбался жить в этой семье, что он просто... он реально ушел на улицу, видимо? Лучше так. То есть либо он жил у женщины и был у него на попечении, либо он просто реально из своей квартиры убежал. Настолько ему было хреново. Хочется отметить особую роль мусорок в этом клипе. Хотя, возможно, «Чистый город», как заказчик рекламы «Чистого города», может, сказал типа, а можно просто, можно побольше мусорок показать? В начале, в конце, добавьте тоже мусорку, да. Так вот, для сравнения, добавьте вот это вот такое. Так вот, на контрасте, чтобы вот наши отличались. И вот перед нами предстает уже фирменный режиссерский прием с совместным маханием главных героев. Как такое могло совпасть, я не знаю, но это, черт возьми, очень удачный момент. Это сценарий, это продуманная драматургия. Сейчас бахнем еще один клип. На самом деле, он снят по такой же схеме, абсолютно. Но, так как он более свежий, означен более злой, там больше агрессии, больше плачущих детей, больше еды. Да, это жестко. Больше домохозяйства, там все очень так... Тема феминизма... Да, феминистки с этого клипа бомбанут, поскольку в конце их ждет... Тайна. Как вы помните, если клип начинается со спальни, то... Жди беды. Семья будет порушена. Мне нравится Кастер в этом фильме. На главную роль злодея выбрали Гарольда, не скрывающего боль. Ну и снова мы видим, как через еду показываются какие-то душевные метания главного героя. Но, может быть, суп реально невкусный? Он как-то по киношным канонам не выглядит вкусно. Только красные супы, как правило, вкусные. Солянка. Борщ. Сверху положить зелень, как-то вот это. Ну мы все видели рекламу, но там же какой-то гречишный полугеркулес. Там суп, который тебе обычно дает мама друга, когда ты приходишь в гости. И там слишком большая морковь. Там нарезан картофель какими-то квадратиками. Ну, в общем, не суть. Давайте придем к клипу. И вот первый момент насилия в этом клипе. Вообще кажется, что здесь нанимают уже специально людей, которые ставят семейные драки в клипах, потому что, ну, видно разный подход. Вот в первом клипе было вот так вот, здесь вот так вот, чуть более жестко. Краткий пересказ того, что будет дальше. Он ушел из семьи, пошел тусить со своей любовницей. Подружка его любовницы отправляет фотографию его жене. И его жена в драматичном свете, где подсвечены только часы и постель, плачет в постели. Ну и, конечно же, Козырь, плачущий ребенок. Ребят, все молодцы, все молодцы. Давайте немножечко драмы добавим, да? Алин, ага, возьми ребенка, возьми ребенка. А теперь заставь его плакать. Ну и в конце нас ждет, конечно же, финальная драка. Турмошки таван дабарасуда Сабырлак нын дабичи гебар Юкки рэк Тут мы можем надавлять снова какую-то особую технику жестко-мягкого боя. Те приемы, которые он использует, они выглядят очень мягкими, но невероятный эффект просто имеют. Либо там недорисованные спецэффекты. Ну и в конце он ее выгоняет и кидает в нее свою дубленку. Ну и либо он носил ее дубленку и отдает ей ее дубленку. Там все может быть на самом деле в этом клипе. Ну и конечный кадр, давайте просто посмотрим. Он просто выгнал ее из дома. И остался жить в квартире, никак не наказан. Просто посмотрите, какие комменты. Ну или если так посмотреть, то это же хорошая заявка на сиквел, что нас ждет во второй части? Убьют ли этого Таноса? Я приду за тобой, сука. Ха-ха-ха-ха-ха. Следующее видео называется клип Рафаэль Латыпов, Режиссер-постановщик Марат Абдюшев. И самую большую ошибку, как режиссер-постановщик, он совершил, указав себя режиссером-постановщиком. Потому что это все равно, что позвонить во все двери на этаже в 3 часа ночи и не убежать. Клип состоит из случайной нарезки разных людей, которые были в этот момент на улице. И на самом деле в клип пошло не все. Если на самом деле режиссерской версии клипа, туда вошло чуть больше кадров, которые также попали там на улице. Дальше в клипе появляется очень важный переход. Это кадры из клуба со светомузыкой. Беря для него я могу понять, Толлин хочет сделать революцию в африканской стране, Толлин хочет мне отхлыстать кожаными плетками. И тут появляются свадебные кадры, и этому есть только два объяснения. Либо записывали на старую кассету, на которой уже была свадьба. Либо просто Рафаэль Абдюшев решил добавить хоть какие-то симпатичные кадры, чтобы хоть как-то клип был симпатичен. Но согласитесь, это отличный способ сделать так, чтобы твое слововидное видео пересмотрели больше, чем один раз. Все эти клипы, они сняты недавно. Это не то, что мы достали какие-то там запасники из 90-х годов. Нет, это то, что сейчас люди смотрят. Если вы согласны, то поставьте лайк, отправьте это видео своим друзьям или напишите в комментарии. В общем, покажите свою активность, что вы согласны с тем, что ну это плохо. К сожалению, в большинстве своем татарские клипы это полнейшая безвкусица. И присылайте нам примеры татарских клипов, уровень которых вам не нравится. Давайте вместе разбирать их и доказывать, почему они не очень. Пора уже вместе бороться с этой безвкусицей. Ну, по крайней мере, мы уже не можем молчать. Тем более, не только мы так считаем. То, что сегодня наша эстрада... Вы согласны, что надо что-то делать? Конечно. Фонограмма там, одеты они непонятно. Я ничего плохого не хочу сказать. И эти наши артисты не виноваты. Это наша вина. Мы должны поставить уровень не ниже российского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова